И так мы продолжаем буршуа, спасибо, спасибо большое за спонсорку, добро пожаловать в нашу зелененькую армию, ну а нам осталось понять куда мы вообще попали, зачем нас сюда забросили, что нас здесь ждет и что нам со всем этим делать, мя, ничего не понятно, ехали. Проснувшись, я оказался в месте, в котором не было смысла, я точно никогда раньше не видел этого места, мое ощущение реальности было все еще мутным, так что я не мог сразу среагировать, где это мы? Однако, когда я посмотрел на Никомару, стоящего рядом со мной, мое ощущение реальности стало еще мутнее, когда ты и так в шоке, ты не понимаешь, что за говно рядом вообще творится, и ты такой робот к тебе подходит, типа, что это тут происходит? Справедливо Ах, блин, я так хорошо спала, и сама невозмутимость, бошечки-кошечки. Ах, где это мы? Че за херня? Удивленные и запутавшиеся голоса начали окружать меня один за другим. Похоже, что все остальные тоже начали просыпаться. Мя, почему я заснула в таком месте? Снимай рюкзак с Дионой. Э, ладно, поспи, поспи еще немножко. Справедливо. Эээ, тотемная женщина просто. Что еще здесь можно сказать? Дить, не спи, серьезно, сейчас не время. Урени. Предполагаю, что все это проделки того газа. Тот газ, которым нас накачали сразу после того, как поезд поехал. Похоже, он нас вырубил. Дедуктивные способности у этого мальца, да, есть. И теперь мы оказались здесь. Там, кстати, на заднем фоне, если вдруг вы не заметили, летает клубничка. Ну, это так. Мелочи. В таком случае, это должно быть интерьер дома веселья. Да, клубничка там, все дела. Добро пожаловать. Добро пожаловать в клубничный дом. Клубничный дом? А разве это не дом веселья? Ну, конечно же, это дом веселья. Клубничный дом, часть дома веселья. Это клубничный дом веселья. Часть, говоришь? Позвольте уже мне все вам объяснить. Та-дам! Это общий план клубничного дома. Здесь еще и несколько этажей. Оп! Рисабик от лорда, спасибо. Это что, Рисаб? Нет, это не Рисаб, по-моему. Лорд, в любом случае, добро пожаловать в нашу зелененькую армию. Спасибо за спонсорку. Угу. Эм, здесь три этажа, помимо кубничного домика. Угу. По сути, по сути, у нас открылась новая локация в игре. На острову было уделено мало внимания, по той причине, что у нас здесь куча своих. Еще локаций. А, ну да, Рисаб, значит, все. Я не... Я помню. Значит, Рисаб, хорошо. Сейчас вы находитесь во внутреннем парке, который находится на третьем этаже. А, как видите, игровая площадка выполнена в клубничном дизайне. Такая ж красота. Дальше идет второй этаж. Там есть гостиная, которая идеально подходит для развлечений, а также пять бомбесных гостевых. Гостевые комнаты разделены по качеству. Делюкс комнаты со звукоизоляцией и превосходной... герметизацией. В стандартной комнате не настолько хорошая звукоизоляция, но она все равно вполне приличная. Ой, это стопудово будет как-то связано с убийствами и прочим. Нужно это дело запоминать. А в дешевой комнате довольно сильные сквозняки. Этим я заканчиваю свой рассказ про второй этаж. Последний, но не менее важный первый этаж клубничного дома. На этом этаже есть так называемая комната мертвеца. И она просто бомба. Вы можете войти туда в любое время, но будьте очень осторожны при выборе сложности. На том же этаже есть коридор под названием клубничный коридор. И когда вы проходите по нему, там будет по-настоящему странная высокая башня. Которая просто бомбическая бомба. Она называется клубничной башней. Собственно, как бы, да. Пожалуйста. Пройдитесь туда на своих двоих, чтобы увидеть, как она выглядит изнутри. Чё? Погодите, давайте просто по-нормальному. Мы сейчас накурены этим газом? Или... Или где? На этом мое объяснение, как бы, это закончено. Но думаю, что на словах всё понять сложно. Так что, ноги в руки и бегом исследовать это здание. Вот и всё. Вопросы есть? Блять, поверь, медведь, больше, чем ответов. Ясен хрен, что есть. Как будто могло быть иначе. Да ладно, правда. И что же у вас за вопросы? Доставив нас в такое место. Что ты планируешь с нами сделать на этот раз? Эммм, заставить кого-то кого-то убить. Логично, справедливо. Точняк, у меня много вопросов. Ну давай начнём с этого. Ммм, а я вам разве не объяснил? Это ваш новый мотив. О, сука. Я ж говорил, я ж знал, что он привёз нас сюда не просто так. Игра на побег. Игра на побег? На этот раз это замкнутый круг внутри замкнутого круга. Это дом веселья. Полностью закрытое пространство, как Академия Пик Надежды когда-то. Выход отсюда только один. Убийство. Я вас всех выпущу тогда, когда произойдёт убийство. Ой, сука, мразь. Короче, суть в чём. Сначала нас похитили, заперли на острове. Потом нас похитили с острова, заперли в доме веселья. Чтобы выйти из дома веселья на остров обратно, нам нужно, чтобы кто-то кого-то убил. Фух. А давайте же начнём. Игру на побег. Я не удивлюсь, если здесь будут собраны какие-нибудь, знаете, фобии других людей. Чтобы у них был стимул сбежать отсюда. Ихадемия такой, и? Какого хера? Мы не можем отсюда выбраться, пока не произойдёт убийство. Я знал, что это ловушка, но никак не ожидал, что она настолько откровенная. Как же глупо с моей стороны. Если бы я призвал магический барьер, то не вдохнул бы газ. Я ослабил бдительность. И в итоге заснул. Почему газ на тебя вообще сработал? Это должен был быть твой звёздный час. Ну, ты же робот, действительно. Газ не проблема, но... Если кто-то активирует мой спящий режим, то у меня не будет и шанса. Спящий режим? Чувак? Да, это ультрасовременная функция, которая отключает другие мои функции, даже если у меня бессонница. Нужно просто нажать кнопку спокойной ночи на моём затылке, и я принудительно вырубаюсь. Ой, чувствую, он будет нашей. Чувствую, не Камару, это следующая жертва, которую усыпят и разберут на части. И зачем тебе эта функция вообще? Я же говорил, она отключает на время все остальные функции, если у меня бессонница. Тебе вообще нужен сон? Ты же, мать его, робот. Для того, чтобы проснуться, мне всего-то надо установить будильник в моей груди. Это всё возможно сделать одним касанием. Ё-моё, он даже не слушает. Вероятно, он хочет жить прямо как обычный человек. Такова печальная судьба роботизированных организмов. Короче, Монакума до краёв напичкал его бесполезными функциями. Не, ну, плакать колой, простите, и чаем, это довольно полезная функция. Тут как бы, ага. Как бы там ни было, Мехамару потерял сознание, потому что кто-то нажал на кнопку. На кнопку нажал пердатель. А я не помню, кто за ним сидел, либо рядом с ним, либо за ним. Вот мы ехали, когда на поезде, это определённо было кто-то, кто был рядом с ним. То есть, как и говорил Медвед, предатель где-то у нас есть. Вот так прокол. Должно быть, он воспользовался этим белым дымом и подкрался сзади. Ой, Никомару, это самое меньшее. Ты радуйся, что он только на кнопку у тебя нажал, когда в дыму подкрадываются сзади. Я ни за что не позволю этому случиться снова. А почему бы нам пока что не поискать выход, Нэ-Нэ? Выход? А есть ли здесь вообще выход? Ведь если бы он был, то мотив Монокома был бы полностью бессмысленен. Что ты так быстро сдаёшься, олень? Раз нас сюда как-то запихали, значит где-то точно есть, как нас отсюда выпихнуть. Изумительно. Сердце, которое не сдаётся до самого конца. Вот какова надежда. О, господи. Да, понимаю. Тогда давайте исследовать это здание с помощью карты, которую мы получили. Мы ничего не получили. А, ну да, получили. Каюсь. Но исследовать это место в одиночку слишком опасно. Будет лучше разделиться на пары. Я беру девочку с рюкзаком Диона. Тогда Акана, пойдёшь со мной? Довольно необычная комбинация. Маленький шкет и такая грациозная злая леди. Может этот парень по милфочкам? А, нифига подобного, дятел. Я с ней просто хочу кое о чём поговорить. Ладно, я не против. Вау, тогда вы стоите вот так... Вау, когда вы стоите вот так вот рядом друг с другом, то сразу видна огромная разница в росте. Да, Руся? Да, согласен. Да-да-да. Заварись, чмошник! Эй, если мы пойдём, то давай тогда пойдём. Ладно, тогда мы пойдём первыми. Сказав это, они вышли отсюда. Ну, мисс Соня, думаю сейчас самое время. Главное, чтобы и Чаки никто не украл. Соня уже ушла вместе с Гандамом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У-у-ух-ух-ух-ух. Ара-ха-ха-ха-ха. Ара, да, вот тебе и... Ара-ха-ха-ха. Кто-то слишком долго сопельки пускал. О, тебя продинамили. Дебил, ты мне не продинамили. С чего бы меня динамить? Вообще-то я очень популярный. Да, среди микросхем, там, знаешь, припоев, паяльников и прочего, да? Это определённая неправда. Соты. Ну, думаю, пора и мне тоже пойти. Но ты можешь один пойдёшь. Чаки, не хочешь пойти вместе? Я тебя втащу. Я тебе втащу. Вот честно. Чаки, пожалуйста, скажи, что ты против. Пойдём со мной. Пожалуйста. У тебя сумочка с Дионой. Я? Нет. Он не к тебе обращался. Не обращай внимания, Чаки. Мне ни разу не вдавался шанс поговорить с тобой. Так что я подумал, что это была бы хорошая возможность. Пошёл нахер. Тогда возьмите меня с тобой. Втроём же тоже можно, да? А я... Да, но... А, я понял. Казуити пытается избегать Хадзима. А о чём это ты говоришь? Избегать Хадзима? Ничего подобного. Твоё лицо тебя выдаёт, парниш. Что ты имеешь в виду, а? Это лишь догадка, но возможно. Казуити не может перестать думать об этом, да? О том, что ты можешь быть предателем. Да ты самая подозрительная говна здесь, Нагита. Ты! Ты, ты, ты единственный человек здесь, ну, здесь вот с... Ну, давайте Гандама не будем считать. У него кукуха поехала, но у него, знаете, как у толкинистов кукуха поехала. Типа эльфы, гоблины, там всё такое, на своей волне, магия, вся фигня. Безобидно, безвредно, хороша. Нагита поехавший кукухой откровенно. Я не перестаю поражаться, сколько в комментариях девочек, которые такие, Да за что ты, Нагита, подозреваешь? Вы на него, блядь, посмотрите. Чего бы его не подозревать? Почему бы он должен... Почему бы его должно считать нормальным человеком в данной ситуации? Не понимаю. Чего? Я просто... Просто знал то, что думает Казуити. Ну, знаешь... Правда в том, что мы ничего о тебе не знаем, так что... Я не виноват, что тебе нельзя доверять. Да что это вообще значит-то? Мы уж были вместе всё это время, и ты всё ещё не знаешь, кто я такой? Будто это что-то значит. Я же не знаю настоящего тебя. Даже... Так же. Так мы не знали настоящую Микан. Казуити. А как будто мы знаем настоящего тебя. Или настоящего Нагита. Настоящего меня? Настоящего тебя мы тоже не знаем. А? И мы здесь только потому, что мы... Ай... И мы здесь только потому, что ты предложил нам пойти в этот дом веселья, не так ли? Хочешь сказать, что я заманил вас сюда? Да зачем мне это делать? Это не так уже неправдоподобно, знаешь ли? Прости, Хадзима. Я правда хочу тебе верить. Ой, да иди ты вместе с Нагита. Я возьму себе девочку с Дионой со спиной, и мы пойдём. Но пока просто не могу. Поэтому я иду с Чиаке. И не то, чтобы я хотел идти с Нагита. Вот иди с Нагита, а я пойду с Чиаке. Идеально. А у Чиаки вообще кто-нибудь спросил? Ну, получается, что Нагитам можно доверять больше, чем мне? Как вообще хера. Чёрт. Ну, почему так всё обернулось? Раз так, то что поделать? Почему бы тебе не пойти с нами, Казуити? Ну, это... Ой, всё хорошо, Чиаке. Просто иди. Она не хочет. Ну, по ней же видно, что она хочет со мной пойти. Поняла. Увидимся позже. Ну, не так же быстро сдаваться, женщина. После этого Казуити, Чиаки и Нагита ушли вместе исследовать окрестности. Что ж, остались только мы. Видать, нас меньше всех любят. Всё равно наше недовольство ничего не изменит. А в конце концов, мы просто роботы-предатель. Эм... Понял, принял, осознал. Да я как бы не предатель, вообще-то. А, точно. Мои извинения. Тогда, Хадзима, давай покажем всем остальным нашу ценность. Давай, самолично найдём выход. Вот, если мы это сделаем, то решим все проблемы. Когда тебе перестают верить, это полный отстой. Справедливо. Так, значит, самолично найти выход, да? На клумбе растёт много различных цветов. Похоже, это подсолнухи. Но здесь нет ни одной клубнички. Может, мне как бы, заметьте, странненько. А вот и клубничная розовая горка. Манкума сказал, что это внутренний парк. Угу. Как и ожидалось от клубничного дома, игровая площадка выполнена в клубничном стиле. Конечно, я не ребёнок, который был бы этим удивлён. Кроме того, у меня нет времени на игры. Да? Ладно, сваливаем. Я не против клубнички, но если она будет везде, то меня от неё будет тошнить. Хм. Согласно карте Манакумы, единственное место на третьем этаже – парк, в котором мы и находимся. Тогда на этом этаже больше делать нечего. Справедливо. Просто напоминаю, Хатима, дай мне знать, если тебя замучает жажда, я заплачу колой, да? Он говорит о своём фонтане из газировки? Да. Я не хочу пить ничего, что льётся из его глаз. Да ладно. Мне так уже плохо. Пойдём. Да, повсюду клубненька, и нас будет от неё тошнить. Судя согласно карте, тут должны находиться гостевые комнаты и гостиная второго этажа. Хорошо. Я пойду посмотрю гостевые комнаты. Гостиная на тебя. Понял, принял, осознал, поехали. Ага. Так. Так, как бы, это и есть гостиная, мать её. Ну, всё. Сделал всё, что мог, я смотрел. А, вот гостиная, ёпть. Простите, провтыкаль. Сложно застрял. Ммм, так это гостиная. Она тоже вся покрыта клубникой. Эх, сложновато будет здесь расслабиться. Думаю, что пока я должен поискать что-нибудь полезное. Опа. На стене висит старый портрет. А что делает портрет в таком месте? Это выглядит очень неуместно. Кроме того, на табличке написано Основатель Академии Пик Надежды Изуру Камукура. Почему портрет такого важного человека висит в таком месте? Ещё. Это имя. Его так трудно выговорить! Нет. Благодаря часам я могу следить за временем. Но в этой ситуации время нам не помощник. К тому же, с нами есть Никамару. Ходячий будильник, господи. А, тут есть телефон? То, что в этом здании есть телефон явно подозрительно. Смогу ли я позвонить куда-нибудь с него? А когда я подошёл ближе к телефону, то сразу заметил это. А, виноградик? Вместо пронумерованных кнопок тут только одна кнопка с изображением винограда. Ну, понятно. Это звонок из клубничной виноградную. Но почему виноград? Почему не клубника? Ну, это звонок, я же говорю, из клубничной виноградную. Ну, пока что попробую нажать. Похоже, что куда-то я всё же звоню. Но никто не берёт трубку. Какое загадочное устройство. Оно может быть полезно для призывательных обрядов. Новичку не следует лезть. Он, вероятно, не такой уж и опасный. Кроме этой кнопки. Он ничем не отличается от обычного телефона. Но он не работает, как нормальный телефон. И я даже не знаю, куда он подключён. Боже, что происходит? Мои четыре тёмных дэва разрушения сейчас исследуют территорию. Но, похоже, докладывать не о чём. Почему ты сдаёшься? На этом этаже, может быть, ещё что-то, что мы не обыскали. Ага, ты права. Ещё слишком рано сдаваться. Хорошо. Оставлю это на тебя. Окей. Мне стоит попробовать осмотреть... Осмотреть первый этаж, на котором я ещё не был. Так, ну а здесь, выходит, мы не всё... Ну-ка. Как же бессмысленно. Думать, что этот свирепый то он запутает меня. Я ждал тебя, торгающийся чёрный дракон. Чампи! Яви свою силу, дремлющую внутри. Я подожду, пока Чампи не вернётся со своим докладом. Он так хорошо управляет своими хомяками. Он, возможно, и вправду умеет общаться с ними. Прикиньте, прикиньте, что на кнопку Гандама, Гандама, на кнопку Никамару на самом деле вообще нажал хомяк Гандама. М? Вот это был бы поворот. Вот это был бы сюжетный поворот, ребят. Вот это был бы сюжетный поворотик, да? Должно быть. Это гостиная, но она меня никак не успокаивает и не расслабляет. Да и не говори. Я думал, что парк развлечений был плохой вкус, но это место куда хуже. Согласна. Эксцентричный вкус Монокомы шокировал бы даже индийца. Шокировал бы индийца? Чё, блин? Чё? Кого? Куда? Ладно, на первый этаж. Ехали. Так, писсуары есть. На третьем и втором этаже не было ничего важного. Но это не значит, что тут нет ничего. Что тут ничего нет. Я должен внимательно осмотреться. Справедливо. Это здание чересчур странное. Посмотри, как выглядит туалет. Я тут не смогу мирно посрать. Этот дом точно отстойный. Раз не даёт мне нормально посрать. Ты вообще робот? Тебе вообще нужно срать? Похоже на туалет. Каждый раз, когда я вижу туалет, я чувствую себя одиноким. Когда, чёрт, потери мой запор пройдёт? Блядь, ты робот. Ты робот. Чакулечка. Так, это что? Комната мертвеца. Подождите, Чакуля. Что случилось? Ты опять устала? Нет, я просто задумалась. Почему клубника? Эм, почему же? Лично я думаю, что мандарины тоже подошли бы сюда. Или даже такие фрукты, как, например, персики или яблоки. Ага. Да любой из этих фруктов подошёл бы. Ну, да не. Тогда почему клубника? Так кто же его, блин, знает-то? Хм, непонятная загадка. Ага. И ради чего этот разговор вообще? Так это же Чаки, у неё иногда бывает. Забейте. А? Чего? Ты что-то хочешь сказать? Не, ничего. Вероятность не равна нулю. Я думаю, что она очень близка к нулю, но она никогда не будет равна нулю, несмотря ни на что. Это вероятность того, что я предатель, да? Прости, Хадзима. Да, это вероятность того, что Хадзима предатель, видимо, не равна нулю и никогда не будет равна нулю. Я вас понял. Так, ребят, давайте-ка мы на сегодня будем заканчивать. Продолжим ронпумы завтра. Причём, я постараюсь желательно начать стрим пораньше. Где-нибудь там с утра проснусь пораньше, постримлю, буду чувствовать себя как нормальный отдохнувший человек. Ну, а на этом, ребят, всё. Спасибо большое за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok